Привет! Есть такое понятие в правилах дорожного движения, как приоритет. Если вы над ним призадумаетесь, то все встанет на свои места. На тротуаре главный пешеход. И надо понимать, что твоя тушка весит 80 килограмм и самокат 20. Вот эти 100 килограмм летят на мирного, безобидного пешехода на скорости 25 километров в час. Естественно, это его пугает. И он боится не зря, потому что 100 килограмм на такой скорости очень опасный снаряд. Конечно, я понимаю тебя, дорогой самокатчик, ты едешь, ветерок обдувает лицо, а тут эти под колесами мешаются. Еще и ходят, не пойми как, резко и необоснованно меняя направление. Это неприятно, но запомни. Пешеход имеет право в пешеходной зоне идти так, как ему нравится и как ему вздумается. Это пешеходная зона. Просто задумайся. П-Е-Ш-О-Д-Н-А-Я. И не трезвонь свой звонок. Вообще никогда. Если люди перекрыли проезд, надо спешиться и обойти их. Если они идут и не видят тебя, подъезжаешь, снижаешь скорость до 5 километров в час и вежливо просишь. Ребят, можно вас обогнать? Уверяю, тебя все с радостью пропустят. А своим требовательным трезвоном ты кроме испуга и, соответственно, раздражения, ничего не вызываешь. Я сам езжу на самокате, так это даже меня бесит. Не веди себя как дикарь, попавший в цивилизованное место. Становись культурным и образованным. Если видишь ребенка, снижай скорость до минимума. Не родитель должен за тобой следить. Ты управляешь средством повышенной опасности. Ну так и соответствуй высокому званию водителя. Надеюсь, с этим понятно. Далее. Движение по обочине дороги. По обочине. Не нужно хаотично метаться по непредсказуемой траектории. По обочине. К сожалению, многие водители автомобиля воспринимают самокат или велосипед как какую-то помеху, а не полноценного участника дорожного движения. Это факт. Поэтому будь внимателен. Управляя любым транспортным средством, всегда надо думать не только за себя, но и за того парня, который правила не учил, а просто получил их каким-то непонятным, даже можно сказать, магическим образом. В истории со взятками я уж, извините, не верю. Он не знает, что если ты двигаешься прямо, а он поворачивает направо или налево, то он должен тебя пропустить. Конечно, это без учета знаков приоритета. Пешеходов с помощью штрафов его научили пропускать, а вот средства малой мобильности пока нет. Когда-нибудь научат. Ты, конечно, прав, но ругаться смысла нет. Пропусти. Как говорил мой преподаватель по вождению, главный принцип безаварийного движения – это умение понять и пропустить барана. Это, если что, цитата, поэтому не ругайте меня за грубость. Далее. Если ты находишься на велодорожке, ты прав. Это твое место и ты тут главный. А бестолковые пешеходы норовят по ней гулять. А бестолковые автомобилисты на ней припарковаться. Не переживай. Самокаты и другие средства передвижения – дело новое. Люди к нему не привыкли. Держи себя в руках. Не ругайся, не кидайся в драку. Не надо. Это никого ничему не научат, только обозли. Люди привыкнут. Надо просто дать им время. В общем, главное правило – это терпение и понимание. Звонок свой выкинь нахер. Кстати, и автомобилистам тоже надо удалить эти гуделки, а то невозможно, просто невозможно жить в городе. Если человек без крайней необходимости гудит или звенит, он просто идиот. Кстати, в правилах дорожного движения так и написано. В населенном пункте звуковой сигнал может подаваться только, только для предотвращения ДТП. Только. В остальных случаях его использование категорически запрещено. Категорически. Не будь идиотом. Соблюдай ПДД. Что нужно сделать властям, чтобы упорядочить движение всех мобильных устройств? Конечно, нужно ограничивать скорость в людных местах, нужно вводить номерные знаки, но надо, чтобы их выдавали в МФЦ, а не в ГАИ, чтобы это было легко и просто. Я бы ввел обязательное страхование ответственности, типа автомобильного ОСАГО. Все, кто катается на любых средствах, включая ролики, скейты, самокаты и велосипеды. Вне специальных зон, естественно. Все эти люди должны приобрести специальную страховку. Недорогую, но обязательно. Стоимость должна зависеть от развиваемой транспортным средством скорости. Ну и чтобы она при безаварийном движении за 5-7 лет стремилась к нулю. А при аварийном дорожала. И люди, которые страдают в авариях, получали компенсации, денежные. А если, не дай бог им требуется лечение, то она покрывалась за счет страховки. Кстати, маленькое наблюдение. Все обозлились как черти. Я езжу максимально корректно. Точно соблюдаю все правила дорожного движения. И максимально обходителен со всеми участниками дорожного движения. Самые дикие люди это на бюджетных иномарках. С каким-то остервенением пытаются тебя подрезать, сбить, оскорбить. Поведение просто дикое. На дорогих иномарках люди в основном корректны. Не знаю, чего так происходит. За всем все. Нотация окончена. Подпишись на канал, послушай умного человека. Телеграмм Бусти, Донат Альертс, Карта Сбера. Если не можешь держаться и хочешь угостить меня супом. Будь здоров. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова